В Сочи продолжает свою работу инвестиционный форум. На его площадках обсуждают и деловой потенциал российских регионов. Власти субъекта федерации и представители бизнеса заключают многомиллионные контракты. Кто уже готов реализовать свой проект в Чувашии на полях форума, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Сочинский экономический форум открывает новые возможности. Точное количество контрактов, подписанных на его полях, еще предстоит подсчитать. Главный итог работы чувашской делегации – конкретные договоренности с будущими инвесторами. Партнерские связи с республикой планируют наладить Минский тракторный завод. Предприятие реализует в Чувашии программы технической модернизации. Глава региона отметил, что это значимый проект. Если возьмем парк тракторной техники в агропромышленном комплексе в сфере жилищного коммунального хозяйства, в отдельном вести трактора Минского тракторного завода – это не менее 50%. По отдельным направлениям – это до 70% дохода. Агропромышленный комплекс сегодня развивается. Хорошие предпосылки появились для дальнейшего сотрудничества, несмотря на мировую глобализацию. Главное для потребителя, кто использует эту технику – это качество и цена. Это диапазон от 6 лошадиных сил до 350 лошадиных сил. Объем рынка зависит от возможностей не только производства, а субсидирования конечного потребителя техники. Глава Чувашии подписала соглашение о сотрудничестве с руководителем предприятия «Энергомодуль». В ближайшие четыре года в республике будет открыт завод по выпуску приборов силовой электроники. Объем инвестиций в проект превысит 500 миллионов рублей. Хорошие условия предлагает администрация для размещения новых производственных мощностей у вас. И что приятно, что в ваши учебные заведения выпускают квалифицированных ребят, из которых мы метод проб и ошибок, методом естественного отбора отбираем лучших для уже постоянного работы в штате нашей компании. Свою сеть в республике будет расширять и акционерное общество «Почта-банк». До конца этого года откроют еще 50 отделений не только в городах, но и на селе. Так что банковские услуги для жителей региона станут еще более доступными. Мы работаем уже и до подписания. У нас почти 100 точек открыто. И мы собираемся этот темп не снижать, будем открывать еще больше. Наша цель в конечном итоге в каждом втором отделении «Почта» должен быть сотрудник «Почта-банка» в ближайшее время. На инвестиционном форуме обсуждали перспективы агросектора, медицины, образования. Безусловно, это сферы, без которых невозможно построить идеальную модель экономики. Развитию здравоохранения в регионах посвятили отдельную сессию. Об успешном опыте работы в этой отрасли рассказал и глава республики Михаил Игнатьев. В Чувашии, и это отметили ведущие эксперты, отработанная эффективная система оказания помощи пациентам. Мы сильны по микрохирургии, по травматологии, ортопедии, антопротизированию, по онкологии, по кардиологии. В других регионах, по Волжье, есть тоже сильные центры, и нам не нужно развивать там высокотехнологичную медицину. Это очень такой правильный подход. Мы хотим и будем участвовать в условиях софинансирования, значит, выделяемые посредством с федерального бюджета. Здесь и предусмотрены строительства фельдского учреждения, то есть первичному звену отдаются приоритеты по улучшению доступа и качества. И Владимир Владимирович сказал, что вне зависимости, где находится сегодня житель наш, Российская федерация должна получать в правильной степени качественно доступные медицинские услуги. Опыт республики необходимо тиражировать по всей стране, отметили участники форума. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Сочи.